всем огромный привет я очень рада приветствовать вас на своем канале и сегодняшний день я хочу посвятить уборке возможно даже завтрашней я не знаю насколько я сегодня управлюсь что успею сделать за сегодняшний день но перед тем как не приступить я хочу заняться приготовлением еды и вместе с вами сделать фрикассе из курицы для приготовления фрикассе понадобятся достаточно простые продукты и вообще небольшой ассортимент это курица я ее уже предварительно замариновала в смеси соли и перца на самом деле у меня здесь целая курица без грудки почему без грудки потому что я пришла на рынок уже вчера вечером и это единственное что осталось отдельно продавали два куриных бедра и такая тушка с вырезанным филе так бы я наверное взяла и филе хотя как мне кажется именно во фрикассе все-таки белое мясо не очень оно суховато а вот вся остальная часть прям класс в общем я ее разделала на такие относительно небольшие кусочки на голени на крылышки в общем разделила по частям шампиньоны у меня шампиньоны обычного размера поэтому я порезала их на вот четыре части а также продаются еще шампиньоны мини их вообще не нужно резать они прямо как нельзя лучше подходит но в магазине не было лук шалот где-то около шести луковичек может быть понадобится меньше потому что достаточно он крупный то есть лучше выбирать лук прям как можно мельче и тогда целиком его использовать я наверно пополам буду разрезать и зелени я буду использовать петрушку и укроп добавлять уже в конце практически когда все готово и сливки сливки лучше использовать 20 процентов получается просто менее жирно но я думала у меня 20 оказалось что у меня сливки 33 процента поэтому я буду использовать одну штучку остального вода а то получится очень жирно и причем сливки буду вводить таким образом половником возьму небольшое количество бульона который образуется во время варки в виду размешаю хорошо сливки в отдельной емкости и уже веду в кастрюльку на смеси растительного и сливочного масел я сейчас буду обжаривать курицу до золотого цвета золотистого точнее вообще если сковородка там или форма такая кастрюлька фрикассе лучше получается в кастрюльках и вот если она с антипригарным покрытием то это конечно вообще отлично и я бы много масла не добавляла но у меня чугунная и к ней прям все прилипает поэтому я добавляю достаточно много масла если форма вот такая маленькая как у меня то я стараюсь обжаривать мясо поочередно чтобы оно все-таки обжаривалось и не начало тушиться миска 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я обожаю подавать фрикосе с багетом, ну в общем с любым хлебом и макать хлеб в этот соус, который получается, это так вкусно. Но если вы не представляете своей жизни без гарнира, то я наверное рекомендовала бы макарошки. Начать я хочу с детской Ульяны, потому что во-первых здесь больше всего ужаса, а во-вторых потому что ее сейчас нет и она на занятиях. В общем что здесь произошло? Саша, мой муж, играл с дочкой в плейдо и вот так вот получилось. То есть они делали прически, а пластилин сразу не выбирали в коробочке, прически высыхали и вот это все по сути засохший пластилин. Так что мне по идее здесь немного работы, я на это надеюсь. Нужно убрать детали от набора, а остальное выбросить, потому что весь этот пластилин он засохший. Ну и дальше вытереть пыль, сделать влажную уборку. Субтитры сделал DimaTorzok Коврик на полу это коврик пазл с Алиэкспресс из материала Ева. Он вообще супер классный и служит нам уже четвертый год. Если бы не определенные факторы, которые действительно его испортили, не оставляла его на балконе прям в супер жаркую погоду и ставили на него тяжелую мебель, когда он стоял на балконе, он естественно продавливается. С ним вообще ничего не происходит, он супер качественный. И при наличии собак, которые делают пакости, ну я другого варианта для себя не нахожу. У нас поэтому вообще в доме нет ковров, исключительно из-за собак, хотя я их очень сильно люблю. И собак, и ковры. Но в детской комнате без коврика никак, поэтому как нельзя лучше подходит этот пазл. Так как мои собаки умудряются метить и его, я нашла такой выход. Под сам коврик я стелю собачьи пеленки. И тогда, если что-то вдруг протекает через швы, то это попадает на одноразовые пеленки, которые я потом выбрасываю. А сам коврик легко моется с любым моющим средством, в том числе и с доместосом, и цвет при этом не теряет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 подарочная коробка, которую я также ставила под елку в этом году и в нее и такую пузырчатую пленку я решила положить в стеклянные игрушки, те которые могут разбиться, хрупкие ПОДПИШИСЬ! 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 У меня просто не хватило места и зип-пакеты как назло закончились, поэтому складываю их в коробочку. Продолжение следует... Ну что, с кухней я закончила, все по категориям распределила, Деда Мороза будет снимать уже Саша, потому что он к лампочке крепил, я вообще не знаю, как это делать, и елку тоже разбирать это на нем. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После гирлянды осталось много мусора и пыль я там не протирала все то время, что она там находилась, поэтому пылесошу камин, убираю всякие мусор и соринки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok